Ребята, вот и пришло время рассказать вам, точнее ответить на вопрос, который интересует абсолютно всех, и украинцев, и русских, и моих хейтеров, и всех тех, кого беспокоит чужая жизнь и волнует чужое грязное бельё, самый часто задаваемый вопрос, который задала Олеся в том числе. А за 9 лет вы не смогли себе сделать русский паспорт, так любили Россию, и блин, только сейчас поехали делать русский паспорт. Смотрите, когда я переехала жить в Испанию, это решение я приняла спонтанно. В Испании я хотела жить, ну, начиная где-то лет с 15 осознанных, да, своего возраста, я хотела переехать жить в Испанию. Но у меня всё время что-то не получалось, я попыталась, в 20 лет у меня не получилось, в 25 я приняла решение, что я попробую. Когда я приехала в Испанию, у меня там случилась любовь, у меня получились отношения. И я где-то почти 4 года была, жила в гражданском браке с молодым человеком. Поэтому я не уезжала из Испании, я там осталась, я там устроилась на работу, платила налоги, учила язык, жила, строила свою жизнь. В тот момент, пока здесь были серьёзные обстрелы, и жизнь была, скажем так, мягко говоря, невозможная, мирная, обычная жизнь. Когда в 2019 году я приезжала в Донецк, жила здесь 3 месяца, и в 2020 году, когда я приезжала и жила здесь 3 месяца, у меня не было времени сделать российские документы, потому что очереди были бешеные. Сначала был порядок такой, что нужно было получить паспорт ДНР, и только после этого получить справку, сделать какие-то документы и переоформить паспорт на российский. Не было такого, что ты пришёл свой украинский и поменял на российский. Нет, надо было пройти определённую процедуру. И эта процедура, потому что было очень много желающих, длилась на полгода, а то и на год. А у меня было нарушение визового режима. Я могу находиться вне Европы только 3 месяца, больше не могу. Иначе у меня моя резиденция, вид на жительство, будет аннулирована. Я ясно объясняю, доходчиво, до всех доходит. Дальше, в 2020 году, когда я вернулась в Испанию, нас закрыли на коронавирус. Всё, всё перекрыли, всё закрыли. Перелёт, летать невозможно, вернуться никуда невозможно. Мы сидели 2 года, закрытые в Европе, как крысы в клетке. Правда, будь здорова, ребёнок не врёт. Устами младенца глаголит истина. Потом я забеременела, потом я была беременна. У меня были роды, у меня был маленький ребёнок. Я кормила грудью, и я физически и фактически не могла приехать в Россию, вернуться домой в Донецк. И тут в 2022 году начинается СВО. Перекрывается абсолютно всё, все пути и выходы. И на руках с грудным младенцем ехать через полмира, платить безумные деньги. Ну, в принципе, как я и сейчас сделала. Просто ТЭичка уже подросла. Да, 2 годика — это такой возраст, когда она уже не сосёт сисю, когда она уже что-то может и сказать, и показать, и объяснить. Это уже маленький человечек. А тогда я бы одна просто это не вывезла. ТЭичка, не надо, пожалуйста. Почему я вам должна разжёвывать и объяснять простые, нормальные истины? Как только у меня появилась возможность финансовая заплатить за билеты через Турцию, через весь мир, прилететь в Москву. Как только у меня получилась возможность физическая, да, как матери-одиночки привезти сюда своего ребёнка. Как только я закончила все свои вопросы, я приехала в Россию получать русский паспорт. И вообще, ребята, вас чужая жизнь вообще волновать никак не должна. Вы занимаетесь своими документами, своими семьями, своими детьми. Перестаньте вот так вот с лупой следить за мной и искать где-то несостыковки в моих словах и искать логику в моих поступках. Если вы не заметили, у меня всё идёт по плану, как и у моего президента. И я пока что ни за одно своё слово не пропизделась. Поэтому я вас очень прошу, оставьте меня и мою семью в покое и занимайтесь своей жизнью. Быть добру!